Добрый день, Геннадий Андреевич, уважаемые члены президиума ЦК. Здравствуйте, товарищи. Несколько слов о явке на сегодняшнее мероприятие. В зале Курганского областного комитета присутствует большая группа наших товарищей, партийный актив, секретарей ОПОМа. Геннадий Андреевич, уважаемые члены президиума, передаю вам большой привет от секретаря областного комитета Кислицына Васильевича. Он, к сожалению, не может присутствовать по состоянию здоровья. В зале у нас присутствуют представители наших союзных организаций. Русский ЛАК, Жданова Галина Прокофьевна, Надежда России, Дедкова Надежда Сергеевна, Дети войны, Галуза Людмила Георгиевна. Пользуясь случаем, хочу в вашем присутствии, уважаемые товарищи, поблагодарить этих прекрасных, мужественных женщин за ту работу, которую они проводят, не считая с личным временем и невзирая на все сложности и трудности. В зале также присутствует представитель ветеранской организации сотрудников КГБ Иванов Геннадий Александрович, вот он тоже здесь у нас присутствует. В зале присутствует секретарь обкома Игорь Кумов. Несколько слов о ситуации с пандемией, которая развивается на территории Курганской области. За сутки ежедневно в октябре заболевает более 70 человек. На 23 октября заболело 78 жителей области. Общее количество заболевших в октябре превышает 5300 человек. К сожалению, во вторую волну коронавируса у нас заразился этой инфекцией один коммунист, состоящий на учете в Шарлинском городском отделении. Женщина, наша прекрасная товарища Свинина, у нее поражено более 30% легких. Ситуация в целом с коронавирусной инфекцией в области достаточно сложная и напряженная. Работа медицинских учреждений области практически парализована. В этой связи, по согласованию с Бюро обкома, секретарь областного комитета Воробьева Наталья Михайловна, она же депутат Курганской областной думы, направила соответствующее обращение в адрес премьер-министра Мишустина. 20 октября, 21 октября в отношении Натальи Михайловны развязана грязная клиническая кампания в средствах массовой информации и в социальных сетях интернета. Уважаемые товарищи, для каждого коммуниста поручение выступить на пленуме Центрального комитета – большая честь и доверие, но одновременно и большая ответственность. Во-первых, в режиме онлайн тебя видит и слышит весь актив и цвет партии. Ну а во-вторых, достаточно сложно, наверное, выступать после таких ярких эмоциональных выступлений, как товарищ Арефьев, Клычков, Грудинин, Левченко, Соболев, Угольцов, Спицын. Поэтому я постараюсь немножко смесить градус накала эмоций и больше остановиться на практических делах, которыми занимается Курганское областное отделение КПРФ. Лично для меня поручение выступить на сегодняшнем пленуме – не только доверие руководству партии, а еще одна из форм оценки работы коммунистов Курганского областного отделения КПРФ в течение двух последних лет, начиная с октября 2018 года. Пользуясь случаем от имени всех коммунистов Курганской области, хочу поблагодарить Президиум Центрального комитета за ту высокую оценку результатов нашей работы на прошедших выборах 2020 года. И хочу заверить Центральный комитет, что мы и впредь будем работать с полным напряжением сил, хотя на наш взгляд наши результаты достаточно скромны. В целом за КПРФ проголосовали более 19% избирателей. По сравнению с 2015 годом рост голосов избирателей составил более 11 тысяч человек, или 5,8%. Результаты «Единой России» снизились более чем на 30 тысяч голосов, или на 12%. К нами избрано в областную думу 3 депутата, 26 депутатов в районные думы, 5 в сельских и поселках, 5 в сельские думы муниципальных образований. Геннадий Андреевич, 18 октября в одном из районов области прошли выбор в думу, вновь созданного муниципального оборудования. От КПРФ были избраны еще дополнительно 2 депутата. В настоящее время в области более 170 депутатов различных уровней. Повышенная ответственность выступления на сегодняшнем пленуме определяется и его повесткой. КПРФ в борьбе за народно-патриотический фронт, правотрудящихся и национальные интересы России. В этой краткой сжатой формулировке аккумулированы и тактические задачи, и стратегические цели партии. Определены формы и методы работы на предстоящий период. Товарищи, в постановлении 10-го июльского пленума ЦК «Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы табдящихся» было отмечено, что Россия движется к революционной ситуации. Испытания или погубят страну, как в 91-м, или двинут ее вперед, как в 917-м. События ускоряют год. Предстоит борьба за социалистическое возрождение страны. А сегодня в докладе Геннадия Андреевича было с особой силой подчеркнуто «Ситуация в стране ухудшается, российский народ не будет терпеть произвол вечно». Вот это, наверное, одни из ключевых слов доклада «Российский народ не будет терпеть произвол вечно». И в преддверии грядущих схваток за будущее России партия обязана иметь надежную социальную базу в лице рабочего класса, трудовой интеллигенции, активно опираться на производственные коллективы. Об этом мы сегодня уже говорили. Впереди выборы в Государственную Думу. Важный этап мобилизации политических сил. В то же время, Народный патриотический фронт – это не предвыборный блок, а политическое объединение с долгосрочными целями. В центре его деятельности – защита прав трудящихся и национальных интересов России. Участники движения обязаны их разделять и понимать, что главным вопросом в решении наших общих задач является вопрос о власти. Сказано в докладе об этом предельно четко и ясно, без каких-либо двусмысленностей. Товарищи, в докладе также отмечается историческая роль и вклад Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как одной из форм широкого фронта борьбы с капитализмом. Геннадий Андреевич, уважаемые члены президиума, товарищи, докладываю вам, что в Курганской области есть одна из составляющих Народного патриотического фронта. Это Курганская региональная общественная организация «Областной совет народных депутатов». Она была нами создана в июле 2016 года, зарегистрирована в Людмиле Юсти и в Управлении Федеральной налоговой службы. Она имеет свой устав в числе соучредителей областной комитет ТПР. В настоящее время в составе Совета более 250 членов. Это действующие и бывшие депутаты Курганской областной думы и районный дух Курганской области. Совет имеет филиал в ряде районов области. Руководителем Совета, председателем Совета является Евгенов Иван Петрович. Вам он хорошо известен, уважаемый Геннадий Андреевич. А заместителем председателя является второй секретарь обкома Сидоров Яков Семенович. Он присутствует сегодня здесь в комплекте. Руководящий орган Совета – это общее собрание. 7 декабря оно проходило у нас крайний раз. На заседании собрания присутствовал член Президиума ЦК Олег Николай Васильевич. Постоянным действующим органом является исполком. Председатель, руководитель исполкома, секретарь обкома Еремин Сергей Александрович. О работе Совета мы постоянно докладываем нашему депутату Курганской государственной думы. Дорохину Павлу Сергеевичу. В настоящее время депутат Дорохин Павл Сергеевич оформляет товарища Евгенова помощником на общественных началах. Мы уже открыли в настоящее время приемную депутата Дорохина Павла Сергеевича в помещении обкома. Вот такая вывеска нами подготовлена. И в 12 партийных помещениях наших районных отделений партии. У нас в 12 районах имеются партийные помещения. Формы работы Совета самые разнообразные. Самые разнообразные по любым вопросам и проблемам. Но самое главное, та задача, которую решает Совет, это то, что он помогает выстраивать и обеспечивать депутатскую вертикаль. Итак, товарищи, я обращаюсь, прежде всего, к секретарям региональных отделений. Мы готовы поделиться нашим опытом и представить вам пакет необходимых документов. Если возникнет такая надобность, я прошу вас, обращайтесь к нам. Всегда поможете. Уважаемые товарищи, в докладе подчеркивается, что решаемые фронтом задачи должны быть достаточно конкретны и понятны для всех социальных сил. Участники движения обязаны их разделять. Вот в Курганской области в настоящее время одна из таких задач, вокруг которой мы стараемся объединить все реальные и здравомыслящие политические силы, это экологическая обстановка, экологическая безопасность области. В Курганской области проблемы экологической безопасности стоят достаточно остро. Для справки, уровень заболеваемости, онкозаболеваемости в Курганской области один из самых высоких. По России и самый высокий в Уральском федеральном округе. И одна из причин вот этого заключается в том, что на территории трех районов Курганской области идет промышленная добыча урана. Добывается уран в Далматовском районе, Шумисинском районе и опытно-промышленная добыча в Звереноголовском районе. В Далматовском районе по итогам прошлого года детская онкозаболеваемость выросла более чем на 30%. Это официальный стат данной правительства Курганской области. А в одном из районов области, имеется в виду в Звереноголовске, приступили к добыче урана, затопляемая из зони репитабол. Табол – приток Иртыша, Иртыш – приток Агин. Возможно, экологическое заражение, радиоактивное заражение всей прилегающей территории плотно-рядовитого океана. В целях объединения всех протестных сил Совет Народных Депутатов создал такую организацию «Добход общественного контроля». Это еще один наш союзник, который выступает вместе с нами на политической борьбе за права трудящихся и национальные интересы трудящихся. Он зарегистрирован в числе его членов и коммунисты, и беспартийных, ученые и рабочие, бизнесмен, преподаватели университета и студенты. С фондом сотрудничают независимые эксперты и различные экологические организации. О работе по данной проблеме, Геннадий Андреевич, мы регулярно информируем также секретаря ЦК Тарухина Павла Сергеевича. В 2018 году я докладывал вам об этой проблеме и Юрию Вячеславовичу Афонину. Он постоянно держит нашу работу в данном направлении под контролем. А в 2018 году на нас жаловалось вам Росатом, если вы помните. Я думаю, что, конечно, помню. Несколько дней назад московский эксперт Андрей Ажаровский, член Российского социально-экологического союза, зафиксировал в Турганской области факты радиоактивного заражения ряда участков местности, именно 16 участков, в результате нарушений добычи и транспортировки урана. Я, как депутат областной думы на основании его информации, направил обращение к губернатору, председателю областной думы и в областную прокуратуру. Информация распространяется в социальных сетях. Геннадий Андреевич, нами достигнута договоренность с газетой «Комсомольская правда» о публикации материалов по данным фактам. Восемь центральный комитет оказать нам определенное финансовое содействие по оплате публикации в газете «Комсомольская правда» в размере 35-40 тысяч рублей. Товарищи, завершаем. Несколько слов о такой форме работы Народного фронта, как культурная деятельность, патриотическое и эстетическое воспитание. Вот у нас на столе, Геннадий Андреевич, расположены кубки и почетные дипломы, которые завоевали воспитанницы образцового коллектива «Студия София ЛАП». От сентября-октября они завоевали 62 диплома и более 20 кубков. Возглавляет этот коллектив наш коммунист Лавренчук Любов Степанович, председатель контрольно-ревизионной комиссии городского отделения КПР. Вы слышите? Уже ко второму регламенту подвигаетесь. Мы вам говорим, завершайте. Завершаем, завершаем, Лагир Иванович. Завершаем. Но я волнуюсь, потому что все-таки такое ответственное первое выступление. Значит, уважаемый Геннадий Андреевич, товарищи члены президента ЦК, 13 октября состоялось бюро обкома, на котором был рассмотрен план подготовки к выборам в Государственную Думу. 7 числа у нас, 7 ноября состоится пленум обкома. Мы рассмотрим задачи по активизации работы Народного фронта Курганской области. И на 15 декабря у нас запланирована конференция Курганского областного отделения КПР. За сентябрь-октябрь месяц прием в партию составил 10 человек, из них 5 человек в возрасте до 40 лет. Спасибо за внимание.